приготовим сегодня вкусный торт капустный значит для начала нам необходимо приготовить лепешки из капусты так нам понадобится капуста все пропорции будут в описании на где-то 700 грамм уж чуть больше 4 яйца соль мука и подсолнечное масло для жарки значит сейчас мы посолим капусту сюда нам нужно добавить пол столовой ложки соли вот здесь у нас столовая ложка вот сейчас мы добавляем пол столовой ложки и оставлю на 10 перемешаем сейчас оставим он опустила немножечко сок чуть-чуть оставим в это время мы будем готовить начинку для нашего торта значит я уже подготовила натерла и на терке сыр твердый сыр плавленый тоже пропорции дам 200 грамм сыра 100 грамм где-то плавленого сыра 4 зубчика чеснотка 3 отварных яйца сметана нам понадобится и немножечко твердого сыра чтобы сверху потом посыпать торт положить нужно будет отдельно сейчас яйца я измельчу и чесночок выдавлю на чеснокодавку и приготовим мы такой соус которым будем потом промазывать наши лепешки чесночок пропустили через пресс добавляем сюда нашим будущей начинки тортика яички измельчили тоже добавляем сейчас сюда же так добавили яйца к этой смеси и сейчас добавим сметанку не будет эта начинка ожидать пока мы подготовим лепешки наши капуста наша постояла минут 10 мы добавили сюда зелень любую можно можно укроп и петрушку у меня петрушечка добавили еще пол ложечки соли сейчас сюда может быть и не все сейчас добавим муку потом и и значит сначала добавим сейчас еще четыре яичка яйца добавили добавляем муку сейчас сюда где-то здесь 7 ложек и будем все это перемешивать обжаривать лепешечки на растительном масле сейчас будем сейчас все перемешаем вот такая получилась у нас масса и сейчас надо это выкладывать на сковородочку жарить лепешечки но масса не должна быть сухой конечно ведь ввиду что если яичек недостаточно сориентируйтесь что добавить добавили маслом уже и как бы смазываем хорошо сковородочку равномерно достаточно чтобы она не была сухой сейчас будем выкладывать желательно конечно чтобы было разогрет и плотным слоем нужно выложить лепешки постараться чтобы все лепешки были одинаковые примерно толщины и конечно объем чтобы тортик пропекался как бы побыстрее нужно чтобы не очень толстыми они были но может сантиметр толщины где-то вот так и сейчас мы это обжарим и будем переворачивать огонь делаем средний и ждем когда нижняя часть подрумянится будем двумя как бы лопатками переворачивать я перевернула но переворачивала я двумя лопатками поэтому неудобно мне показывать одной рукой снимаю в одной руке у меня перевернули и так выпекаем сколько у нас получится лепешек вот первую лепешечку мы снимаем и сейчас продолжаем выпекать ну вот пешки 4 или 5 должно у нас получить вот так лепешечка выглядит с обратной стороны тоже хорошо подрумянилась но не прижариваем конечно сильно на среднем огне пропекаем лепешки другие выкладываем вытяжку лепешки выкладываем отдельно ну чтобы они оставали быстрее потому что у нас будет как бы такой холодный торт и вот у меня получится 4 лепешечки если лепешки будут у вас разного немножечко размера ничего страшного потом будем укладывать вот начиная с самой как бы большой и поднимаясь сверху как бы чуть поменьше прокалываем если необходимо в нескольких местах вилочкой чтобы пропекалась лучше и конечно же смотрим чтобы не было сыроватым тесто переворачиваем может быть еще раз если вы бы заметили что выступает такая жидкая сыроватая так друзья все наши лепешки готовы фактически и сейчас мы дадим остыть окончательно и тогда будем уже формировать наш торт капусточка начинка которую мы подготовили да здесь у нас яйца чесночок и сметана и сейчас мы будем промазывать каждый слой остыла наши лепешечки мы промазываем каждый слой аккуратненько и укладываем слой за слоем наши лепешечки вот таким образом мы промазываем и выкладываем лепешки слои получаются как бы вот нашей начинки достаточно такие обильно выкладываем чтобы чувствовалось не тонким слоем тем более по рецепту достаточно вполне будет так теперь мы выкладываем последнюю нашу лепешечку вот и сверху мы это все посыпаем сыром ну вот такой у нас получится с вами тортик капустные я уже делал такой тортик очень вкусный все кушать с удовольствием у нас он постоять должен теперь у нас минут 20 в холодильнике чтобы он как-то стал одним целым и потом можно угощаться ну вот всем приятного аппетита желаю вот такой замечательный у нас получился торт капустный всем приятного аппетита при желании можно конечно и боковые части закрыть но он так как-то мне смотрится оригинальней ну всем всего доброго до свидания приятного аппетита готовьте всегда с удовольствием